МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует телеканал «Алмазный край». О самых главных событиях из жизни Алмазного региона расскажем прямо сейчас в студии Кристины Дорофеевы. И коротко о главном. Стоит или нет, Валроса определятся со строительством алмаздобывающего рудника в Айхале. Полсотни гостей. Молдавская община отметила первый день весны. Мэр Сишор. На удачу. В какие обряды и приметы верят удачинские хоккеисты, чтобы вырвать победу? Валроса вскоре определится, строит ли в Айхале алмаздобывающий рудник. Инвестиционный комитет одобрил финансирование предварительных проектно-изыскательных работ. То есть, в первую очередь, проведут техническое и экономическое исследование района строительства. Лишь затем определятся, насколько обосновано решение возводить рудник. На этом этапе работ бюджет составил 63 миллиона рублей. Уже через два года Валросы должны получить точную оценку запасов, а главное решить, строит ли на месторождении рудник. Сейчас трубка «Юбилейная» отрабатывается открытым способом. Ее глубина – 480 метров, производительность – более 5 миллион тонн руды в год. Планируется, что добывать алмазы открытым способом здесь будут еще 14 лет. Начиная с 1959 года «Юбилейная» подарила более 70 уникальных крупных алмазов ювелирного качества, каждый из которых стал именным. Впрочем, производство в Айхале кипит на поверхности, например, в автобазе комбината. Там работает героиня нашего следующего сюжета. Юлия Витязева управляет ни много ни мало краном. Говорит, совсем не сложно. Более того, считает, что это вообще исключительно женская профессия. Почему, решила узнать Альбина Шарафидинова. Чтобы приступить к работе Юлии Витязевой, каждый день нужно преодолеть почти 50 ступеней по узкой металлической лестнице. С этой задачей девушка справляется за пару минут. Юлия работает машинистом мостового крана. Свой первый рабочий день вспоминает с улыбкой. Первый раз, когда я села, естественно, я боялась. Думала, все равно это ответственность очень большая, как работая с людьми. Думала, боялась сильно, но потом привыкла. Надо почувствовать кран. Контроллеры, чтобы знать характер работы. Я свою работу люблю очень. Мне нравится работать на высоте. Я там получаю адреналин. Особенно, когда переворачиваем кузова. Машинистом крана в автобазе технологического транспорта номер один Айхальского комбината Юлия работает почти пять лет. У нее одна из самых ответственных работ. С помощью крана она перемещает по цеху разные грузы. В том числе и агрегаты весом в тонны. Юлия научилась слаженно трудиться в паре со стропольщиком и понимать его. Ведь любая оплошность может привести к человеческим травмам. Главное – внимательность у меня. Смотреть, слушать команду. У нас есть специальный сигнальчик ставит стропольщика. Он сигналы подает. Вира, майна. По чуть-чуть майна, по чуть-чуть вира. И обязательно надо контроллера почувствовать. Вот потихоньку так работаем. Юлия уверена, что ее профессия исключительно женская. От машиниста требуется не только хороший глазомер, но и усидчивость, терпеливость, выносливость, которая по силу только женщине. На работе Юлия на особым счету. Коллеги ценят ее за ответственность и трудолюбие. Юлия у нас очень ответственный работник. Она у нас активный член профсоюза. Одно время состоял в профсоюзном комитете, очень сильно помогал профсоюзу АТТ. Юленька у нас активный спортсмен. В волейполе она участвовала за женскую команду АТТ в беге. То есть участие она принимает во всех мероприятиях АТТ очень активно. Не менее ответственна наша героиня и дома. Своих домочадцев она любит баловать национальными блюдами. Юлия родом из Башкирии. Она соблюдает свои традиции и прививает их своим детям даже здесь, на Крайнем Севере. Альбина Шерафидинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Кто и как обеспечивает достойный уровень жизни жителей? Глава, депутаты, но есть в структуре местного самоуправления еще один орган – коллегия при главе района. За не всем понятной формулировкой стоит работа тех, кто координирует деятельность отделов администрации. И причем не всегда это проходит гладко. Роман Токмаков о том, кто задает политику развития целого района. Какие функции выполняет коллегия при главе района? Жители, как правило, не задаются этим вопросом. Для них главное, чтобы обеспечивался достойный уровень жизни. А ведь этот орган выполняет важные функции. Он гарантирует полную и глубокую проработку вопросов, решения которых входят в компетенцию местной администрации. На одном из последних заседаний коллегии отчитались отделы и службы района. Одна из самых загруженных – контрактно. И проблем в ней больше, чем в остальных. Из-за низкого уровня конкуренции не привели к заключению контрактов из 568 извещений в 191. Это 32,76%. Получается, у нас просто не состоялись, и они размещались повторно, а то и по 3-4 раза. Проблемы другого характера у отдела опеки и попечительства. Основные направления его работы – своевременное выявление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и организация их жизнеустройства. От всего населения района, не достигшего 18-летия, а это 9 тысяч человек, 2% или 172 ребенка находятся под контролем органов опеки. За отчетный период было выявлено 28 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Из них 25 детей были тыгнены под опеку в учительство, трое несовершеннолетних направлены в организацию для детей-сирот. И 4 ребенка, направленные в организацию для детей-сирот, изране выявили. У каждого отдела администрации свои заботы. И все их контролирует коллегия при главе района. Ее заседания проходят не реже одного раза в месяц. В рабочий орган входят заместители главы района, глава города, руководители пожарной службы и районного отделения внутренних дел. В заседаниях коллегии также могут принимать участие депутаты районного совета муниципального образования Ленский район, председатель контрольно-счетного органа муниципального образования Ленский район, прокурор Ленского района, главы поселений, руководители предприятий, учреждений, организаций Ленского района. При таком порядке работы коллегия координирует действия отделов администрации и ведомственных служб, тем самым определяя приоритеты и политику социального и экономического развития муниципального образования. А в эти дни молдавская община отметила первый день весны. Так называемый Мерси Шор отпраздновали в Дворце культуры Алмаз в теплом кругу знакомых. Полсотни гостей отведали национальную кухню и насладились творческими номерами. Да еще и ушли домой с подарками. Почему красно-белые бутоньерки обязательный атрибут праздника, узнайте из следующего видеосюжета. Виноград нескольких сортов голубцы, брынза, колбаски, метитеев. Первый день весны примерно так выглядит стол молдавской семьи. В зале ДК Алмаз в честь праздника вообще устроили пир, безалкогольный, вопреки традиции. Красное вино заменил брусничный морс. Гости ничуть не расстроены. И так стихи читают. Марк, марк, солнце, ура. Апрель, апрель, откроют дверь. Май, май, сколько, кошки, неряги. Ау, ау, ау. Первый день весны – марцишор. Молдавии празднуют так же широко, как в России масленицу. Чуть чего не жгут. Зато подарки друг другу дарят. Вот и пришедшие на гуляние мирницы свои получили. Бутоньерки в виде красного и белого подснежника. Есть легенды за то, что весна ходит по лесу и видела подснежник, который вырывается. А зима не хочет, чтобы весна встречала. И получается, она пытается сделать так, чтобы подснежник замерз, но у нее не получается. И кто-то пытается защитить это, и на второй подснежник падает капля крови. И поэтому сделали вот так вот. Рассказали народные легенды, спели, станцевали на празднике члены молдавской общины Стругураж. Нас в Молдаванном и Мирненском районе очень много. По переписи 2015 года у меня по списку больше 200 семей. И нам посчастливилось за эти 16 лет, сколько в этом году исполняется 16 марцишор проходит у нас. Нам посчастливилось, что с нами подключились Айхальз, удачный. Поэтому такие же праздники проходят в поселениях Мирненского района. Марцишор отметили на славу, но на этом весенние праздники не заканчиваются. В апреле молдаван, как и других славян, ждет Пасха. В мае троица. Кристина Коширина, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Не успели утихнуть последние страсти после турнира по хоккею на Кубок профсоюзов «Алмаз», как спортсмены начали готовиться к новым соревнованиям. На этот раз приуроченным к 55-летнему юбилею Мирненского района. Две команды удачного Айхала Мирного встретились в минувшие выходные на ледовой арене Северной площадки. Но мы решили поинтересоваться даже не тем, чем закончились встречи, а тем, что помогает спортсменам победить. В какие приметы они верят, какие ритуалы проводят перед матчами и насколько сильна поддержка болельщиков. Об этом Ирина Балкова. Сила духа и воля к победе хоккеисты района вновь порадовали своих болельщиков красивой и захватывающей игрой. «Мирница» ждем, когда с нашей будут играть. Это будет заруба. Но сильная команда, мирная. Они сейчас сделали сборную, поэтому будет здесь игра жесткая. С удовольствием ходим. «Скажите, а какие ребята испытываете эмоции, когда команда удачного побеждает?» Но не только это помогает одерживать победу, признаются спортсмены. У каждой команды существуют свои традиции и обычаи, которые остаются за кадром. «Кто-то кладет монеточку в коньки, например. Кто-то перешнуровывает шнурки каждую игру. Кто-то мотает клюшку. Но это по-хоккейному. Очень много, их очень много и у каждого слой. Там бесконечное число, количество. Может быть, у некоторых даже несколько за игру может быть». Многие из игроков так и не открыли своих секретов, оставаясь суеверными. «Конечно, у каждого есть. Но никто об этом никогда не говорит. И еще есть такая фишка – перед каждым турниром что-то новенькое. То есть турнир начинается, что-то попробовали в раздевалке, пошло. И получается, перед каждой игрой ты делаешь. Ну а так, у каждого ритуал. Редко кто об этом расскажет». Все хоккеисты – это любители, но спорт занимает у них все свободное время. Однако игроки уверяют, что хоккей только помогает в работе. «Спорт никогда не помешает в работе. Спорт – это любимое занятие хоккей, поэтому никак не пересекаются все отлично. Иногда не получается на тренировки приходить, так как смены не совпадают. А так, при любом моменте, если выпадает возможность потренироваться, конечно, идем и тренируемся». Все отметили уровень подготовки айхальской команды. Даже несведущему в хоккее было понятно, что мастерство спортсменов повысилось. Несмотря на то, что ребята так и продолжают тренироваться, ограниченный период времени в году из-за отсутствия закрытого корта. «Состав обновился, ну и, скажем так, тренер молодой, амбициозный, поэтому все лучше и лучше. Надеюсь, мы в дальнейшем дадим бой этой команде». «Ребята работают, приходят, стараются. То есть до работы, после работы, они три раза в неделю мы занимаемся, катаемся, они оттачивают свои навыки. Не мне судить, возможно, добавили, но играем неплохо, маленько моментов нам не хватает и немного везения, я думаю». По результатам турнира бронзовыми призерами стали айхальцы «Серебро» у хозяев поля. Ну а победителем турнира, посвященного 55-летию Мирненского района, стала сборная Мирнова. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». На этом все. Новости регионно доступны в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграм, Вконтакте, Ютуб. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok